Светлана, смотрите, такой вопрос. Инсайдер дал информацию и выпустил я ролик на тему духов, ароматов. И зрители не особо тепло встретили эту тему. Что ты нам тут рассказываешь за какие-то духи, за историю того, что все связано с запахами. Но на самом деле это очень серьезная и глубокая тема. И просто для того, чтобы хотя бы, допустим, отвлечься, свой мозг немножечко от того дурдома, который сейчас происходит. Вот мы про музыку затронули тему. А что касается запахов, что касается духов там или духов, у вас, я знаю, есть достаточно широкие познания в этой сфере. Поделитесь, пожалуйста. Может быть, наши зрители по-другому на эту тему взгляд свой поменяют как-то? Под другим углом посмотрят на это. Ну, на самом деле, там сейчас вы правильно сказали про духи и духи. Поскольку я занимаюсь вопросами эфирных масел и действительно могу сказать, что духи произошли от слова духи. Почему так? Потому что эфирные масла, эфирные масла, это, условно, почти эфирные тела духов. Духов, которые настолько встроены, интегрированы вот в природный фактор, что они являются своего рода гармонизаторами. Ни одно из эфирных масел не является каким-то деструктивным. У каждого, правда, свой характер, своя задача, свои возможности и их участие в разных вопросах жизни человека и не только человека. У каждого есть своя специализация, скажем так. Ну, наверное, для того, чтобы вообще сказать, вот духи, да, там мы уже видим некую вторичную, третичную, как бы, продукт вот этих возможностей, которые создают эфирные масла. Да, ведь эфирные масла, это не только запах. Все привыкли, что, о, приятный запах, да, вот я еще с воспоминаниями, у меня такое с ним связано, так здорово. А на самом деле это своеобразная, это летучая такая фракция, которая выделяется как душа из какого-либо растения, смолы, из каких-то других, из веществ. То есть именно вот эта летучая фракция, она и является душой. И, естественно, ее сопровождает определенный запах. И когда мы скажем, ну, я пользуюсь этим в прикладном смысле, поэтому знаю, как они работают, и здесь там приведу некоторые примеры. Но это мощнейшее средство не только там гармонизации психологического состояния, и вообще слово гармонизация, это тут отдельная история. Но и это лечебные средства, и это средства, способные изменить обстоятельства, ситуацию, событийность. То есть практически мы имеем дело с тем, что является одним из мощнейших инструментов воздействия на обстоятельства, на жизнь, на здоровье. И даже на взаимодействии с социумом. Но для того, чтобы говорить о действительно такой мощности вот какого-либо эфирного масла, то мы должны понимать, что есть разные методы добытия, скажем, добывания вот этого, ну, скажем, эфирного масла так называемого. И есть там метод перегонки, есть другие методы, но там паром, но самый серьезный метод извлечения вот этой души, субстанции, вот этой летучей фракции достигается только методом амфлоранжа. Если вы помните фильм, если смотрели, парфюмер, помните его? Да, я специально, когда готовился к записи видео, я специально этот фильм посмотрел, да, этого не видел. Вот смысл-то в чем заключается? Чтобы, вот помните, он там берет девушку, оборачивает ее там чем-то жирным, помните? Он когда, и так далее, непонятно вроде как, что он делает. А на самом деле, то есть это и есть вытяжка, вытяжка вот этого, этой субстанции, а потом ее абсорбирование. То есть другим способом вы ее не вытащите, вам нужно время для того, чтобы это впиталось в среду, которую вы берете за переносчика вот этой души, да? Ну так назовем, только не надо пугаться, конечно, этого, но просто мы разговариваем здесь с духом, который приобретает некую уже материальность. Потому что мы же масло-то, оно материальное, мы не можем его как-то вот по-другому получить. И вот, собственно говоря, это и есть практически тот самый анфлюранж. И если вот вы знаете, многие болезни, например, лечатся тем, что там вот сало, да, то им обернутся люди, то им едят его, а он вытягивает то, что не нужно. Тоже анфлюранж, но вот этого худшего, понимаете? Интересно. Поэтому, да-да-да, это очень сильная штука. И, конечно, существует много различных литературы по этому поводу, многие как-то экспериментируют с этим. Но мне так пришлось, ну так вот судьба, наверное, сложилась. У меня есть вебинары, ну то есть это такой полный, условно говоря, такой образовательный такой курс, такой достаточно длительный, где и астрология, и хиромантия, и эфирные масла сплетены воедино. То есть вот эти вот знания, они как бы систематизированы в контексте астрологии. Почему так? Вы мне пришлите, пожалуйста, ссылочку, я в описании оставлю, чтобы люди могли пройти, посмотреть, о чем речь. Да, просто у меня есть два сайта, один такой информационный, где выкладываются все мои там тексты, прогностические видео, а этот обучающий сайт. И вот там вот эти вебинары. И, конечно, меня многие спрашивают, а вот как вот у вас получить вот вебинары именно по эфирным маслам? Ну, они встроены туда. Почему так? Ну, потому что в каждый момент времени у человека возникает разная ситуация. Например, нужно решить какую-либо задачу, нужно справиться с чем-то. И это разные масла. То есть это комбинация масел, возникающие из того, что мы понимаем, ну вот ситуацию, чем она вызвана у человека. И это происходит такая регулировка. И у меня такой достаточно богатый опыт различного использования этих масел. Я часто рассказываю об этом и, наверное, буду повторяться. Ну, наверное, это самые простые, потому что, ну, что-то запоминается в жизни, что-то меньше запоминается. Ну, например, когда мы имеем дело с эфирным маслом розмарина, я его ассоциирую с Меркурием. Это наши мысли, это четкость мысли, такая объективность оценки, хорошая память, возможность донести информацию и получить ее без привнесения в нее вот этой примеси каких-то там недопониманий, там мнительности и так далее. То есть это настройка на духовных волнах информационных потоков, правильно я понимаю? Да, практически эта вибрация связана именно с таким вот фактором, с фактором информационной адекватности, объективности, такой емкости памяти. Допустим, вы что-то там учите, а потом вы хотите это рассказать или вы пришли на переговоры и вы думаете, господи, как же я системно все это расскажу. То есть он позволяет создать эту среду, это масло. Если к нему, например, добавить какое-то, ну например, у меня такая есть классическая формула, она такая простая, тот же самый апельсин, который, как вы понимаете, это солнце, оранжевая радость. Мы ее всегда так вот, когда у нас Новый год, и вообще смотришь на оранжевый цвет, когда мы хотим какой-то радости. И вот это взаимодействие этих двух масел создает исключительную атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, взаимодействия, продуктивного и в то же время не мешающего отношения. И у меня были такие интересные, скажем, ну наблюдения, ну хорошо, когда ко мне там обращаются люди и в переговорах там или в каких-то вот учебных вопросах. Ну я вот помню очень такой ярко запомнившийся мне случай, когда одна девушка, обладающая не таким неординарным складом ума, очень быстрая, очень такая понимающая свое превосходство такое ментальное над другими. Ну так сложилась судьба, что ей пришлось оказаться в коллективе, где они знают о том, что она в принципе лидер и что она вот фонтанирует своими возможностями. И начался конфликт. Не приняли ее. Началась вот какая-то проблема, борьба. И там внутри этого, там я даже по фамилиям помню людей некоторых. Но когда мы попробовали это сделать, вот просто человек ходит, я скажу, с чем нужно ходить, как это вообще происходит. Вдруг в коллективе такое взаимодействие, все к ней так с таким прямо с распростертыми руками. И все между собой подружились и прям полюбили. То есть действительно это работает иногда так. То есть только она воспользовалась каким-то запахом, каким-то ароматом. И тут же конструктивная атмосфера. И это начало выстраиваться. Да-да-да-да-да. То есть одно дело, когда любит талисман, допустим, какой-то, который там на удачу или еще что-то. А здесь получается как конструкция из масел, которые люди ощущают. То есть талисман, ты вот, он у тебя где-то лежит, никто его не видит и не слышит. Сработает он, не сработает. А здесь работает напрямую, потому что идет сразу в подсознание через запахи. Талисман все-таки это более, казалось бы, универсальная вот такая штука. Он мне просто будет помогать. У него нет задачи в конкретной истории. Здесь же мы задаем задачи. Более того, те, кому я передала вот эти знания, они прям полюбили разговаривать с этими маслами. Одна там девушка у меня целая скупила все, открывала там багажник и с ними разговаривала. Вот, но на самом деле, на самом деле, ведь когда мы видим, например, взаимодействие, трудное взаимодействие планет и понимаем, что сейчас на Меркурий там нажимает какая-то планета такая, которая не дает человеку высказаться, он замыкается, он не может запомнить, то он какой-то злопамятный, что-то с памятью и с информацией не так, то это все выравнивает именно эту среду. И когда мы понимаем, что астрология подсказывает нам, в чем проблема, мы начинаем ее, соответственно, решать. Есть случаи, когда я видела, уже прошло много лет, много очень лет, сейчас это взрослый человек, а тогда это был парнишка лет 14, по-моему, 15, 14-15, где-то так. Там у него родилась сестренка, и он так нервничал, что, в общем, угрозился покончить жизнь самоубийством, он там, вот сейчас я выйду, а я вижу в карте у человека в жизни, ну, это, думаю, актерские качества, он такой руководитель, он такой, чего там только нет. И вдруг я вижу вот полностью уничтоженного молодого человека, который, ну, в состоянии такого стресса пребывает. Ну, я воспользовалась, ну, я же вижу, кто он там по знаку, там, как все расположено. И я взяла в пользование, например, такое масло, как майоран. И он очень возвращает к себе, он создает ощущение уверенности в себе, понимание каких-то своих задач. То есть вот эти все страхи, когда ты теряешь себя, то вот это все уходит. И ты их сочетаешь между собой с теми какими-то моментами, которые важны именно в эти события, скажем, происходящие. Более того, масла, они же живые, да, и не значит, что вы там набухли одного масла, потом второго, потом третьего, сразу что залили и помешали. Они так не уживутся. Они могут вообще перестать так действовать. То есть иногда, когда ты делаешь какую-либо комбинацию, ты должен деликатно налить сначала одно, они там между собой там провзаимодействовали, потом второе там, да, то есть им надо подружиться. Более того, у них есть некоторые масла, то есть я их там отношу к Херону, да, которые позволяют друг с другом как-то вот сложиться в отношениях. Потому что очень много таких любопытных вещей, которые происходят с этими маслами, с событиями, которые двигаются вместе с маслами. Потому что на самом деле масла не только работают на уровне там психологии, создания там какой-то атмосферы, там вибрации, они и лечат организм. Ну, допустим, мне много приходилось сталкиваться с, казалось бы, неизлечимыми вопросами. И когда речь идет о принятии ВАН с маслами, это уже другой формат взаимоотношений с ними. То есть масла проникают вот прямо в нашу, вообще под кожу и вообще в наш вот аппарат, условно говоря, да, минут за 10-15. И у них есть такая штука. Они находят поломку в системе, они ее сами находят, и они ее пытаются гармонизировать. И, естественно, когда люди ко мне обращаются, я еще вижу, что и состояние там какое-то вот такое бывает там, что женщине нужна даже любовь, если угодно, да, и это ее там изматывает отсутствие любви. То есть ты вот в эту комбинацию закладываешь определенные вещи. И вот проникая в лимфатическую систему таким образом, причем там есть свои тонкости, сейчас расскажу. То есть они начинают ее выравнивать по вот этим статьям. Если у человека есть нарушения какие-то гормональные, то там тоже своя система, условно говоря, лечения. Я не хочу это назвать лечением. Это скорее гармонизация. Ароматерапия есть такой термин. Да, но ароматерапия больше предполагает некое, там вот он посидел, там повдыхал это все, как вы говорите, послушал эти запахи, и вот как бы ему вот так. Но здесь, да, здесь более глубокая история, и она работает, естественно, по-своему. И было много историй, когда, ну, например, мне, конечно, очень сложно, у меня такая информация валит из меня таким. В общем, и сложно как бы сейчас последовательность сохранить. Но есть просто такие уникальные вещи, например, как Цитранелла. Обожаю ее, потому что она является, она излечивает порой даже, ну, я просто не хочу сейчас это как руководство в действии, да, чтобы люди вдруг вот так вот бросились лечить себя этим. Но в самых тяжелых заболеваниях. То есть мало того, что она веселит, она просто создает ощущение игры с жизнью. И если вы задумали какой-то авантюрный план, вам не хватает, вы так вот, а вы все время оглядываетесь, вы не уверены в себе, вы думаете, а вдруг вот это вот как-то не так. Она позволяет вам дистанцироваться и играть по своим правилам, как режиссер. И в этой игре вы становитесь победителем. И она лечит серьезные очень заболевания. То есть она просто приводит организм в состояние оптимизма такого. Есть еще более серьезные вещи. Например, есть такое эфирное масло из сопа. Им пользовался еще Иисус Христос, когда изгонял дьявола из людей. Так этот соп, он удивительный. Он может просто вокруг вас создать такую атмосферу, когда вы думали, ну, вот какие-то отношения непонятные, что с ними делать. Ну, наверное, нужен мне этот человек или нет, обманывает он меня или нет. Если вы начинаете работать с сопом, он как будто отламывает все пересохшие ветки в вашей жизни, что не нужно, что из вас бьет лишнюю энергию. И вы вдруг просыпаетесь и понимаете, вы очищаетесь. Собственно, у Иисуса тоже там он веткой, по-моему, дубовой, что ли, он там с сопом работал. У меня есть другие методы. Но все равно это тоже, это излечивает и от бородавок, потому что они отваливаются. Он отламывает всю ненужную энергетику. И есть, естественно, комбинация планет. Комбинация, ну, это собственная планета и есть. Эфирных масел, которые приходится, скажем, создавать в определенные событийные моменты. Ну, или при определенных состояниях, заболеваниях. Ну, поэтому эти вещи, они, конечно, нам посланы как такая великолепная помощь. Вот мы все знаем гомеопатию. Ведь гомеопатия, она в высоких разведениях, она лечит тело, астральное, эфирное и так далее. Она начинает с проблемы, она берет ее прям ключевую проблему. А уж то, что у нас на теле или в нашей жизни, это уже последствия тех нарушений, которые в тонких телах. И вот точно так же действуют те же самые эфирные масла. Поэтому, конечно, есть у них различные свойства. И поэтому многие, даже там зная или не зная, пытаются, там, мы иногда заходим в магазины, чем-то пахнет таким, ой, так симпатично, да, так прям нам хорошо там. Это тоже своего рода маркетинговый исход. Он, конечно, не настолько такой глубокий, но достаточно. Нет, там на самом деле, я вас перебью, прошу прощения, но на самом деле там все очень глубоко. Специальные стоят распылители в магазинах для того, чтобы влиять на поведение людей, определенные запахи, чтобы люди покупали. То есть это глубоко продвинулись в этом плане маркетинг, могу вам сказать. Да, 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 да. Я даже знаю, там, мне как-то давным-давно на день рождения подарили целую систему с этим связанную. Но я просто работаю с маслами и знаю их живыми. Это немножко мертвая история, но тоже синтетическая, конечно. Конечно, духи, раньше особенно, они все-таки основывались на настоящих маслах. Потом они начали переходить в синтетический фактор, вот как у нас молекула называется. И если там вы понимаете, парфюмерия, это моя слабость, то там вот все, что связано с этим синтетическими молекулами. Вот я их вот, например, воспринимаю, я не могу их вот. Вот поэтому есть масла, которые запечатывают всю глубину происходящего процесса. Это настолько многомерная история. И, конечно, она не может быть существовать отдельно. Подумали вы, пожалуй, вот это. Так тоже, конечно, можно, но точности не будет. Поэтому все действия, которые мы совершаем, особенно при наличии взаимодействия планет, ну, допустим, не взаимодействует планету, ну, нет ничего. Но энергетики нет на небе. И, конечно же, эти масла тоже отчасти засыпают, условно, и могут не выполнить свои функции. Вот здесь настолько все взаимосвязано, поэтому мы видим включение. Мы можем усилить позитивную ситуацию. Есть прекрасное масло вербены, но все вот, все это, почему дорогие масла, почему есть дорогие дешевые масла? Потому что дорогие, как раз вот эта система анфлюранж, вот эта методика, да, которая позволяет извлечь вот эту летучую фракцию, она дорогая. Поэтому не каждый может, производитель, себе это позволить. Иногда оно пахнет замечательно, там все это здорово. И, собственно говоря, и вот оно и есть масло. Ну, грубо говоря, как натуральные продукты и ГМО, по сути. Да, да, да. Ну, может быть, это и натуральные, но это вытяжка, вытяжка просто, да, ну, то есть просто пахнет действительно этим там цветком. А вот эта душа-то там не живет. То есть это особая история, чтобы ее добыть. Вот. И есть просто, ну, такие масла, связанные с известностью, с достижением там больших высот, если человеку нужно продвинуться. Но, естественно, когда ты с этим работаешь, у тебя уже немножко другой взгляд на эти вещи. И высоты там, к которым мы все стремились, амбиции, не всегда приносили счастье. Вот. Поэтому здесь есть, конечно, масла, которые позволяют, ну, например, иногда вылетает из головы, базилик. Он иногда делает человека очень внушаемым. Вот. То есть он так в таком состоянии находится, как будто бы не совсем вот он владеет своей волей. И, ну, в определенных комбинациях он хорош. И вообще, кстати, масло лаванды, там, оно вообще лечебное настолько, что оно может вот ожог даже лечит. Ожог. Когда это мало что вообще может с этим сравниться. И, конечно, есть так называемые эфирные масла, а есть транспортные масла. То есть транспортное масло, это, ну, скажем, любое масло, ну, скажем, оливковое масло. Я понял, что какой-то запах, какое-то масло, оно на это транспортное садится, как на коняшку. И то это его доставляет. Да, мы начинаем, например, в тело его втирать. Вот есть болезни, которые там и с ушами связаны. У меня вот ребенка, там, в детстве были проблемы. Есть великолепное лечебное масло эфирное КАИПУТ. Оно имеет, естественно, и психологический контент. У них есть разные уровни действия. На уровне физического тела, на уровне тонких тел, как они себя ведут, там, в событийности, как проявляют и так далее. То есть у них вот такая многослойность. И вот эта палочка с этим КАИПУТом, ну, там, правда, еще у меня были некоторые масла, просто вставленные в ухо недалеко. Пары начинают гармонизировать эту проблему. Они ее лечат. А если нужно с телом или вдруг омолаживать кожу, да, вот, то, конечно, мы можем добавлять это в крем, но мы можем добавлять это, скажем, все-таки через транспортное масло, конечно, лучше. Вот, и есть, ну, мы, допустим, понимаем, что сосна, да, вот она какая-то такая, она работает со временем. Все хвойные, все хвойные эфирные масла, они работают со временем. И, ну, они как бы могут отсекать какие-то вещи, не давать допуск времени к вашей коже или к вашим событиям. Если вы помните, может быть, сейчас-то нет таких вот, когда на похоронах, вот, за гробом иногда кидали веточки сосны, ели. Не помните такие времена еще? Я не помню, я только помню, что цветы раскидывают. Вот обычно там цветы, может быть, но я там цветов особо там не видела, а вот за гробом, вот, как бы, вот, как некая разделительная полоса бросались вот эти вот веточки сосны. Ну, традиция, никто не задавался вопросом, но это отсекание времени, оно к вам не прикасается, как будто бы. Поэтому это действительно такая глубокая алхимическая, ну, скажем, такой ресурс алхимический. Я здесь рассказала самые простые вещи, а на самом деле, конечно, это мощное оружие, но в хорошем смысле слова. Масла могут создать там симпатию, да, еще что-то там, но их нельзя там употреблять в таком количестве. У меня есть одна знакомая, которая так увлеклась, она так увидела, как это работает, что она мне рассказывает. Ты представляешь, я села в маршрутку, вся вот в этих маслах, и все от меня начали шарахаться. А я подумала, как здорово, я вот такая, что они же прям все в шоке. Я думаю, что, конечно, есть это тоже такой беспредел, отношения с ними, это тоже не стоит этого делать, потому что это очень тонкая работа. И есть такие, там, скажем, аккорды, которые выстраивают свою ситуацию. И у меня уже тоже там набралось много каких-то классических для меня сочетаний, которые там работают, и я там понимаю, как это работает. Но вот это понимание общего контекста, планетарного, вот этого эфирных масел. Вот вам, пожалуйста, когда говорят, а что мы можем сделать, вот там, да ничего, вы можете просто ситуацию предусмотреть, усилить позитив. Вы можете очень много чего, потому что я помню, что как-то мне пришлось столкнуться с бесплодием у одной женщины. Ну, там шансов не было вообще, ну, то есть вообще уже как бы гинекологи сказали, что это невозможно. И мы, значит, поделали некоторые ванны с определенными маслами, и все стало становиться на места. И гинеколог, который это вот все видел, говорит, слушай, ну это же, ну так не может быть, это же невозможно, это же надо записать в рекорды Гиннесса. Но это масла, то есть это их сила. И когда мы имеем дело с духами, это уже там тоже определенный момент воздействия, усиление воздействия, но более, то есть это влияет на состояние и на привлекательность. Но это не действует как задачу, они не могут, естественно, выполнить. Они могут создать привлекательность, они могут, скажем, есть особое сочетание масел, которые все равно создают эту сильнейшую привлекательность. И да, и какое-то, знаете, есть масла, которые создают между вами барьер, но вы привлекательны, а есть, которые проникают прямо в вас. Поэтому здесь есть много чего, а есть масла, ну такие, как ладан, масло ладана, ну еще там различные, которые наоборот подчеркивают кармические вещи, углубляют состояние, ситуации, и с ними тоже нужно быть осторожными. И вот тут целый спектр такой мощи, который не только выравнивает там у человека что-то, но иногда и отношения выравнивает, иногда создает такой флер, что, собственно говоря, решаются проблемы. Вот что такое эфирные масла. Удивительные вещи вы говорите, я об этом никогда не знал, не задумывался. Вот после того, как инсайдер дал информацию по парфюмерии, и мне как-то стало интересно. Думаю, да, действительно оказываются такие магические даже моменты какие-то. А вот сейчас то, что вы рассказываете, для меня это вообще как будто новый мир открылся какой-то. Я прям, вы названия какие-то говорите, я прям думаю, сейчас буду, когда видео монтировать, буду записывать ради интереса. Но лучше, наверное, все-таки посмотреть сначала ваши лекции на сайте, там какие у вас есть материалы. Ну, это то, чтобы, да, посмотреть. Я просто немножко объясню, как там все устроено. Некоторые, ну, естественно, там некоторые заходят и говорят, ой, я вот сейчас все, вот их, не надо все. Их невозможно освоить мгновенно. Это путь. И любое знание, оно не дается вот так по щелчку. Это путь, который вас вдруг приводит там, да там, скажем, с первых вебинаров и так далее, уже становится понятно. Вот это все устройство. И оно является, ну, я не знаю. Не нужно напрягаться, оно само приведет, когда нужно, вот, допустим, какая-то ситуация. Да, да, просто нужно идти, пройти этот путь. Да, потому что, ну, сначала надо понять, что это за планета, с чего она несется, что с ней делать-то нужно. А вот что, оказывается, с ней связано. И вот как мы ее можем усилить, а вот как мы можем с ней вот распорядиться иначе. Вот так вот. Это вот можно даже в качестве хобби этим заняться. Притом хобби настолько приятным, связанное еще и вот с такими вот запахами, что я серьезно задумываюсь об этом. Потому что у меня тоже есть один приятель, который рассказывал, мы со Светланой общались на эту тему, что он настолько проникся. Это он мне рассказывал лет, наверное, восемь назад, что они настолько этой темой прониклись. Ну, он такой сам по себе блаженный парень, вот, что они эти масла там куда-то выехали на природу и выпускали в воздух. Я тогда вообще не понял, что это он делал, как бы, ну, так не осознал. Выпускал духов, да. Да, да, да. А сейчас вот после информации, которую я сейчас получаю, я уже начинаю понимать его. И на самом деле стоит, может быть, посмотреть, где у нас тут какие магазины есть там с этими маслами. Посмотреть. Ну, да, выбирайте, чтобы это не было, да, дешевым делом. И я хочу сказать, что иногда вот мы там берем какой-то крем, мы там что-то мажем волосы, чтобы они росли. Но достаточно взять просто почули, капнуть на расческу, там ни влаги не будет ничего, это испарится. Но волосы узнают этот запах, ну, не запах, эту вибрацию, да. И они вообще по-другому начинают себя вести. И так все. И как бы привлечение денег там тоже не последний фактор с помощью таких масел. Как бы это ни было, скажем, тривиально, вот, но это работает. Ну, отлично, отлично. Я прям займусь этим вопросом. Меня заинтересовала крайне эта тема. Ну, и надеюсь, нашим зрителям тоже более понятны стали какие-то моменты, на которых вот Secret Insider акцентировал внимание вот сейчас. Спасибо вам большое, Светлана, что рассказали. Мне лично очень интересно. Ну, я думаю, мы пока на этом закончим. И, возможно, еще мы с вами на эту тему пообщаемся, запишем. Может быть, какую-нибудь отдельную возьмем тему, связанную с маслами. И разовьем ее там, допустим, на какой-нибудь большой видеосюжет. На этом тогда предлагаю пока закончить. Большое вам спасибо, Светлана. Вот мы с вами второй раз всего общаемся, но крайне интересно. Я надеюсь, мы с вами сотрудничество продолжим. Спасибо, спасибо, Сергей. Спасибо за предоставленные возможности поговорить об этом, потому что всегда отвечаешь на вопросы, которые задает интервьюер. И мало кто такие вопросы задает. Ну, я еще был не готов. У меня вот то, что я какой-то успел информации поднабраться, да, от инсайдера. И то уже мне было очень интересно. Сама тема. Сама тема. Даже не вопрос, а тема. Потому что все-таки в большинстве случаев они традиционные. Но есть и другие, скажем, далее, которые, может быть, есть смысл светить. Оно еще и все не просто так. Случайностей не бывает никаких. Я вот как раз у нас была здесь ярмарка индийская. И я там набрал хороших вот палочек, которые есть ароматические, которые поджигать нужно. Вот сейчас после нашего разговора я пойду смотреть палочки с чем. Я их просто по запаху выбирал. А сейчас посмотрю, какие ароматы. Может быть, вот будет то, что я услышал сейчас в процессе нашего общения. Что-то такое. И буду целенаправленно их уже поджигать. И будет у нас в нашем мире все хорошо в результате. Отлично. Ну все, Светлана, спасибо вам большое за участие. А зрителям спасибо за просмотр. Все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!